Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии в понедельник, 25 ноября. Меня зовут, наконец, Александр, и сегодняшнюю торговую сессию мы с вами разберем вместе, как и наиболее важные, ключевые события предстоящей недели. Интересная статистика у нас начинается со вторника, 26 ноября. У нас здесь блок статистики из Америки. Это индекс доверия потребителей, продажного жилья и публикация протокола ФОМС. В среду начинается день с очень интересной статистики из Новой Зеландии, потому что решение по процентной ставке у нас выходит в час ночи по GMT и ожидание, что процентную ставку снизит на 50 базисных пунктов. В текущее значение 4.75, ожидание по прогнозам, что снизит до отметки 4.25. Что ж, мы обязательно с вами рассмотрим эту валютную пару и посмотрим, какие возможные сценарии можно будет торговать, вот именно начиная со вторника. Также у нас выходит новость базового индекса расходов наличных потреблений. ВВП прогнозируется, что снизится на 0.2% американская и, соответственно, публикация протокола ФОМС в среду в 19.00. А с четверга у нас начинается день благодарения. Поэтому порядок инструментов в торговле будет ограничено по времени. Мы с вами сейчас этот момент уже разберем. В пятницу в 10.00 торговая сессия начинается с отчета по инфляции в еврозоне. И, как мы видим, отчет, соответственно, инфляции в еврозоне не будет снижаться. Наоборот, по прогнозам, она будет расти аж на 4.04%. Так, ну и давайте рассмотрим расписание торгов на текущую неделю. Как мы с вами видим, в четверг, 28 ноября, по ряду инструментов американские акции, инструменты категории Commodities будут, соответственно, по ним торговля будет закрыта, да, за исключением, за исключением, как мы здесь видим, по некоторым инструментам Commodities торговля будет полностью закрыта, по некоторым она будет ограничена, да, соответственно, нужно это иметь в виду. Также в пятницу будет торговля, ограничение по времени торговли, да, соответственно, также по ряду инструментов. Поэтому, уважаемые трейдеры, пожалуйста, учитывайте, что на текущей неделе, в четверг и пятницу, торговля будет иметь ограниченный характер. Так, ну и давайте посмотрим, что у нас с вами сейчас происходит на графиках. По классике начнем с индекса доллара. Это дневной таймфрейм. На текущий момент времени индекс доллара котируется на отметке 106.85. На прошлой неделе мы с вами прогнозировали рост до 108, и, соответственно, в пятницу цена протестировала отметку 108, после чего резко скорректировалась обратно на уровень ниже 107. То есть образовался такой определенный ложный пробой, поэтому сейчас мы ждем закрепления выше отметки 107, ну и, соответственно, дальнейшее движение обратно к уровню 108. Восходящий тренд сохраняется. Если здесь провести визуальный уровень поддержки этого восходящего тренда, то цена находится как раз-таки на поддержке, поэтому каких-либо признаков того, что сейчас цена будет разворачиваться, здесь нет. Так что будем следить за тем, как цена будет дальше закрепляться выше отметки 107. По золоту мы пока просто наблюдаем, что происходит, потому что недельная свеча у нас закрылась действительно выше с поглощением, и есть все шансы того, что цена продолжит восходящую тенденцию. Да, но видим, что на понедельник цена начала с коррекционной динамики, поэтому золото пока мы просто наблюдаем за ним, ищем наиболее прогнозируемые ситуации для того, чтобы принимать какие-то дальнейшие решения. Евро-доллар. Мы с вами ждали, что цена будет закрепляться ниже отметки 1.05 с целями 1.04. Да, но, соответственно, в пятницу у нас было движение на отметку 1.03.25. Все наши цели достигнуты. На текущий момент времени мы просто наблюдаем за тем, что происходит, и, вероятнее всего, после такого сильного падения цена будет какое-то время корректироваться. После того, как коррекция закончится, я думаю, будет смысл заново попробовать рассмотреть новые позиции на продажу. Также по пятничному отчету мы ожидаем, что инфляция в еврозоне будет расти, и, соответственно, если существует фактор роста инфляционных ожиданий, то, соответственно, у нас и снижается вероятность снижения процентной ставки. Поэтому за евро мы пока также следим, поскольку наши цели по нисходящему тренду были достигнуты. Британская валюта фунт против доллара. Так же, как и евро, на прошлой неделе в пятницу было движение ниже отметки 1.25. Наша цель была 1.25, которая была достигнута. Текущее значение 1.26. Цена также корректируется после сильного движения. Поэтому мы ждем тоже, когда эта коррекционная динамика завершится, для того, чтобы рассматривать дальнейшую позицию на продажу. Дело в том, что рассматривать текущую позицию на покупку, наверное, это можно порекомендовать только трейдерам, которые активно работают внутри дня. Но опять-таки, если мы с вами посмотрим общий тренд, общий тренд все-таки идет нисходящий, поэтому позиция на покупку – это позиция против тренда. Мы с вами знаем, что тренд is your friend, поэтому лучше дождаться наиболее подходящей ситуации для того, чтобы формировать новые шортовые позиции. Нефть марки Brent. Мы периодически с начала прошлой недели на него посмотрим и видим, что цена в целом плюс-минус двигается очень медленно, но по тому сценарию, который мы здесь и придумали. Здесь, соответственно, текущее верхнее значение 75. Так вот, ждем, что цена протестирует отметку 75, после чего мы здесь будем рассматривать позиции на продажу. S&P 500. S&P 500, как мы здесь с вами и прогнозировали, с начала прошлой недели, что цена находится на поддержке и формируются хорошие точки для того, чтобы формировать ланговую позицию. Что мы здесь с вами как раз-таки видим? Цена после отметки 5 850 долларов отбилась и сейчас торгуются выше отметки 6 тысяч. Что ж, поставим следующую цель 6100. Поэтому по S&P 500 в рамках текущей недели мы ждем дальнейшего роста до отметки 6100. Биткоин за выходные у нас не показывал динамику роста, показывал больше боковой тренд. Что ж, ждем, что в рамках текущей недели биткоин преодолеет отметку 100 тысяч. Цена находится в очень ланговой ситуации. Поэтому очень ланговой и очень интересной в плане торговли, потому что когда идет такой боковой тренд, всегда можно поставить небольшой стоп-лосс с потенциально высоким тейк-профитом. Уже мы трейдеры, мы с вами разобрали наиболее актуальные события предстоящей недели. Поэтому всем желаю удачной торговли. Торгуйте, зарабатывайте вместе с Амаркетс. Вам всего самого наилучшего. Продолжение следует... Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...